Эвакуация в Брестской гимназии номер два была внеплановой. Проверить, как проявить себя школьники и коллектив педагогов в случае возникновения реальной опасности. Такую задачу поставили перед собой спасатели. Задымление на втором этаже здания вызвало моментальную реакцию. Никакой паники. Держась в месте, школьники поспешили к выходу. В это время спасатели уже подоспели к месту условного возгорания. Проложили пожарные рукава, проследовали внутрь здания, изучили обстановку. Обнаружив школьника, который не успел эвакуироваться, вывели условного пострадавшего из учреждения. Вот таким проверенным и эффективным способом, как учебная эвакуация, Брестские огнеборцы определяли, способны ли дети и взрослые правильно реагировать на опасность в виде внезапного возгорания. Благодаря учителям мы все строим, выходим, все здесь строимся, все пересчитываемся. То есть, казусов случиться не должно. В начале сентября, 1 сентября, каждый раз рассказывают, как себя нужно вести в той или иной ситуации, как вести себя на дороге, если случится пожар и что-либо другое. Каждая эвакуация, конечно, каждый раз она очень волнительна. Каждый раз мы думаем, как же это может быть на самом деле. И поэтому мы очень рады, что наша гимназия каждый год проводит эту эвакуацию. Сложенность действий подростков в процессе эвакуации спасатели отметили. Поставили положительную оценку по итогам практического мероприятия. По прибытии уже все дети были эвакуированы, кроме одного человека. Я считаю, что это хороший показатель для школы. Для нас это еще одна тренировка. Конечно, не хочется, чтобы такие вообще в жизни случаи происходили. Но надо быть ко всему готовым. На первый взгляд ничего сложного. В случае возникновения честь школьники будут действовать по известному алгоритму. Однако регулярность проведения таких мероприятий спасателями обоснована в практике случаев, когда учебные заведения не справлялись с задачей. За мою 20-летнюю практику такие ситуации были. Потому что здесь два варианта может быть. Либо система оповещения о пожаре сработает централизованно. Либо это уже работник школы, который находится на вахте, дает звонки. И вот иногда либо работник ждет, когда система оповещения сработает и не дает вовремя звонки. То есть такие ситуации были. Для того мы и тренируемся, чтобы вот такие моменты их выявить и устранить. От практики к знаниям урок пожарной безопасности прошел плодотворно. Спасатели напомнили школьникам, как себя вести в той или иной чрезвычайной ситуации. Рассказали о новом мобильном приложении, которому можно стать отличным помощником современному поколению. Акция в Центре внимания и Дети не заканчивается в планах посещения школьников и дошколят. Мы с детьми не прощались. Мы в летний период приходили в оздоровительные лагеря, проводили свои мероприятия, выступления. Ну и, конечно же, 1 сентября посетили линейки. И после начала учебного года участвуем в проведении уроков по ОБЖ. София Бережная, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.